Продолжим грамматический разбор суры «Аль-Фатиха». Мы остановились на айте «Сырату лидзина ан'амта алейхим» путём тех, кого-то облагодетельствовало. Сырата — это «бадалин мин сырату ль-ула» «бадал» — приложение, замена, подменное имя для предшествующего слова «сырата». «бадал» — приложение или замена, поставленное в состояние насб в винительный падеж имени, так же, как и оно будет в состоянии насб. Признак падежа насб в этой имени — явная фатха на его конце. Сырата является мудафом, первым членом из-за фетной связки. Относительное местомение, мабнив на фатха с неизменяемым окончанием с фатха на конце. На месте падежа родительного падежа посредством мудафа. Мудаф наилейхи является вторым членом из-за фетной связки. Глагол, прощающего времени. Мабнив на фатха с неизменяемым окончанием с фатха на конце. Почему? Литтеса алихи бидамир раф аль-мутахарик, так как он присоединен к огласованному местомению падежа Раф. Именительного падежа. Отта ута — это у нас дамир мутафа с литное местомение, мабнив на фатха с неизменяемым окончанием. На месте падежа Рафа. Фаалин — действующее лицо глагола аньама. Глагол аньама со своим фаалин — все это глагольное предложение. Сылат аль-маусули — предаточное предложение относительно месльмении аль-лидина. Ла махаллахаминал-иараби не имеет места в падеже. Почему? Лиэнна жумлата сылати минал джумали сабаилляти ла махаллахаминал-иараби, так как предаточное предложение является одним из семи предложений, у которых нет места в падеже. Аля — это харфу джерн, предлог родительного падежа, мабнив на сукуне с неизменяемым окончанием сукуном на конце. Здесь в словосочетании аля-лихим мы видим, как алиф харфа аля поменялся на я. А произошло это из-за присоединения харфа аля к местомению, что и привело к замене алифа на я. Мы уже упоминали это раньше, что аля, иля и т.д. при их присоединении к местомению алиф, имеющийся на их конце, меняется на я. Например, алейка, алейхи, илейка, илейха, и т.д. Но если после них приходит явное имя, т.е. не местомение, то алиф остается на месте и не меняется на я. Например, аля-ллахи, иля-ллахи, и т.д. Алейхим аль-ха это домир муттасын, слитное местомение, мабню аля-ллкасри, с неизменяемым окончанием с кастры на конце. Как мы видим, местомение х вместо привычной домы сейчас имеет кастры на конце. Связано это с наличием буквы я на конце харфа аля, т.е. из-за соседства с буквой я в этом случае. То же самое и с харфом иля, или фи, и т.д. Например, илейхи, фи, и т.д. Значит, аль-ха мабню аля-ллкасри, фи махалли джарин ба-алла, на месте падежа-джар, посредством харфа аля. Валь-миму с-сакинату, сукуниру на мим на конце, это у нас аля-мута джаму аль-музаккри, признак множественного числа мужского рода. Мабню аля-с-сукуни, с неизменяемым окончанием сукуном на конце. Валь-джару, валь-мажруру, предлог родителям падежа-а-ля, и находящиеся посредством него на месте падежа-джар местамени-ха, мута'алликани, или же мута'аллихун тоже, состоят, или же, скажем, состоит в смысловой связке с глаголом ан'ама. Аллаху алям. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...